И я думаю, пришло время, так сказать, раскрыть карты. Я, как человек, дикий паникер. Дикий паникер. И, может быть, для кого-то станет открытием, а для кого-то нет. Амвей с самого начала верил в первое место. А я с самого начала целился лишь во второе место. Я понимал, что если мы с таким союзом займем третье, то нам будет весьма печально. Четвертое место не рассматривалось вовсе, но я целился именно во второе место и понимал, что, наверное, выше мы не прыгнем. В итоге Амвей как раз-таки верил в это первое место до самого конца, с самого начала. И, может быть, даже давал мне мотивацию что-то делать дальше. Хотя я бы в любом случае что-то делал дальше, но с поддержкой Амвея в любом случае это гораздо проще проходило, нежели чем без нее. Это очень и очень здорово. Ну и, наверное, напоследок, напоследок, вот по поводу участников и всего остального. Вот те места, как распределены сейчас команды в моих желаниях и мечтах, вот все было именно так, как есть сейчас. И, ну, пусть это больше к моей аудитории, вряд ли аудитория Амвей это видела, в свое время я там давал интервью, человеку, которому интервью давал Амвей, Octopus, ну, ничего, можно припиарить. Вот, и он у меня спрашивал, какие у нас с Амвейм цели. Я всегда говорил, что у нас есть там общая цель одна, это победить. Хоть я и целился во второе все-таки место, но победить-то хотелось. И есть цели определенные, у каждого из нас свои. У Амвейа, они свои, он их, возможно, озвучит, если не захочет, не озвучит. У меня была такая цель, и получилось все просто суперидеально. Я готов эту цель сейчас наконец-то озвучить. Цель была такой. Показать всем зрителям до единого, неважно наших каналов, не наших, кем вообще блогеры являются. Потому что, нет, у меня, наверное, сейчас уже нету обостренного чувства справедливости, но я прекрасно понимаю, что нету блогеров, которые вот прям такие вот вежливые и невероятно милые. И, собственно говоря, у меня все получилось. Нет, почему у меня? А, ну потому что это моя идея, но команда-то получилась у нас. Вот, и из всех участников, что мы имеем по итогу? Мы имеем по итогу, что лишь один человек, а именно Андрей Сомов, Эвил Граня, за всю битву блогеров ни разу не повел себя как мразь, давайте называть все своими именами, и, наверное, является одним из самых достойнейших участников этой битвы блогеров, потому что от него не было ни одного плохого слова, ни одного намека, либо чего-то еще в сторону остальных участников. Как повел себя Алексей Кучкин, он же Нирью, тут говорить не стоит. Человек решил полностью стать моей копией с 2020 года и нес все, что только можно, вот все то, что я говорил в том году. Либо он хочет быть очень сильно на меня похожим, либо он сумасшедший человек. И я надеюсь, что, наконец-то, аудитория, вообще вся танковая, она четко увидела, кем Алексей является. А является он, по факту, копиркой, вот, копией, и очень-очень неудачной, и человеком, который не в состоянии вывести за свой базар, потому что он делает то, в чем обвиняет других. Это невменяемый человек. Что касается Вспышки и Юши, ну, я не буду там прям супер что-то плохое говорить, просто даже тот же вежливый и очень спокойный Вспышка сошел с ума на этой битве блогеров и кричал что-то про зажатые яички между ног, за что потом начинал банить каналы, что говорит о том, что это не супердобрый дед, и что он может тоже немножечко сгореть. Ну, Юша видел в каждом бою ботов, засланных варгеймингом, и называл модпак Грани и Нирью читами. Очень удивительно, что человек, использующий модпак для достижения определенных целей, обвиняет других людей в использовании модпака, что тоже не показывает его с лучшей стороны. Про Инспириро вообще ничего плохого сказать не могу. Во-первых, ну, мне о нем не докладывали, что он там говорит на стримах. Во-вторых, да я и не думаю, что он что-то плохое говорил. Вот, что касается Димы Левши, я очень на жестких эмоциях сидел на этой битве блогеров, его там Вэй не даст соврать. Если говорить уж, как оно есть на самом деле, у меня дичайше ехала крыша от этой битвы блогеров. Сумасшедшим мне рвало башню, потому что я переживал за исход и переживал о том, что может последовать в случае не того исхода. Вот. Но, так или иначе, я держал себя в руках и даже на эмоциях не позволял себе оскорблять Левшу. Многие знают, что у меня с Левшой сейчас отношения испорчены из-за его целевой аудитории и моих высказываний в адрес его целевой аудитории. Вот. И... Но, так или иначе, я сдержал себя в руках и ни разу его не оскорбил. Хотя, очевидно, я мог это сделать. Вот. То, что сегодня Левша творил на стриме, показывает его как далеко не супердоброго Димочку. И, если честно, я не буду говорить, что я разочарован в Левше, потому что кто я такой, чтобы быть разочарованным в Левше, но Дмитрий обязательно это посмотрит, ему обязательно сделают нарезку, ему обязательно доложат, возможно, даже текстовый вариант принесут, схематичный, какой угодно. И самое печальное, что, скорее всего, ему не будет стыдно за то, что он сегодня говорил в сторону и Амвея, и меня. А все это из-за чего? Правильно. Из-за очень жесткого влияния на него рыжей одесской обезьяны, а именно Джова. Абсолютно невменяемого, абсолютно больного человека. И я вот уже третий день сдерживаю себя, чтобы не сказать, что бы между нами, скажем так, произошло, потому что я прекрасно понимаю, что за это можно и на бутылку присесть. Вот. Но я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Вот. И как и сказал Амвей, я сомневаюсь, что Левша планировал, чтобы вот Джов, скажем так, подогревал своими методами интерес к битве блогеров, и за счет этого как-то будоражил аудиторию Левши. Вот. Но так или иначе Левша позволял позволял Джову открывать рот его глупый. Вот. И это печально. Почему? Потому что мне есть с чем сравнивать. Я человек очень невежливый, очень грубый, очень пусть глупый и не следящий за языком, но но у меня всю неделю были дневные стримы, куда я приглашал своих, скажем так, танковых друзей, и это люди, выражающие мысли таким же языком и таким же способом, которым выражаю свои мысли я, следовательно, с матом, очень грубо и очень прямо. И за все эти стримы все эти люди ни разу не позволили себе оскорбления Левши. Ну, не считая там одного человека, он там пошутил про арбузы и то был сразу я сказал ему нельзя, осуждаю, осуждаю, не надо так. Вот. Левша же не ограничивал в высказываниях своих вот этих вот двух друзей. Это Кирюша Дизертот, сексуальный маньяк, он же любитель мозолика и всего остального, и Константин Ладанин, он же невменяемая псина. Вот. За что Левше по факту дизреспект. Дизреспект. Вот. Он сейчас на диких эмоциях сидит, возможно, он сейчас, давайте грубо я скажу, да, пошлет меня нахуй и скажет, что я неправ и что я обезьяна, но неправ максимально сильно он. Вы скажете, а ты специально себя вот так вот хорошо вел в отношении него и теперь ты выделываешься, что он не делал так же, но так или иначе аудитории этот стример позиционировался как добрый и неконфликтный человек, который не ведется на вбросы аудитории, который не ведется на вбросы других блогеров и который перепроверяет информацию, но на протяжении двух дней его же аудитория, перед которой я никогда не извинюсь, вбрасывает ему, что я оскорблял его жену. Я уже тысячу раз сказал, что этого не было и я бы себе этого не позволил, по крайней мере, в отношении левши и аудитория его настолько глупа, что они даже не умеют слушать, ведь нарезка действительно есть на ютубе, где я говорил о подписчике левши прям прямым текстом, а не о самом левше. Что же сделал Дмитрий? Он в это поверил. Вот, ну и давайте опять же грубое слово сейчас будет, но без него никак. Рыжая псина, Джофф, он сегодня накинул говна на вентилятор и сказал, что я сказал, что мать левши шлюха. Хотя, разумеется, такого не было. Так вот, я уже объявил, так сказать, награду в полмиллиона рублей, что если вы принесете мне доказательства, что я называл мать Дмитрия шлюхой, я прям вот сразу там переводом или чем угодно готов все это оплатить. Ну, я просто прекрасно знаю, что этого не было и что я не совсем отморожен, ну, как бы, у меня, может, и есть образ совсем отмороженного человека, но все-таки я не до такой степени отмороженный. Поэтому, ладно, я произнесу эти слова, которые я все-таки сказал, что не буду произносить, левша меня разочаровал. Вот. Что касается самой этой битвы блогеров. Опять придется поговорить о левше, его дикая принципиальность, я не знаю, как у Амвея, но лично у меня левша отнял лет 20 жизни на этой битве блогеров. Я был уверен, что мы и близко не полетим с таким отрывом, как летел левша в том году. Я был уверен, что, ну, может быть и полетим, но прям там с небольшим отрывом. Ну, там, 20-25 миллионов это небольшой отрыв от второго места. Его принципиальность дикая, основанная, мне кажется, уже на ненависти ко мне, непонятно откуда взявшийся, вот, вообще сделала дикость и он прям вот отнял у меня 20 лет жизни. И, потому что нервы и все в этом духе. Так вот, только лишь более или менее я там начал успокаиваться в пятницу, в субботу, и то все равно я до последнего, до последней минуты сидел на нервах, я стал более-менее успокаиваться, потому что мы с Амвейм прочитали все исходы вероятные. И то, что сегодня сделал левша, все равно, по крайней мере, меня в ступор немножечко вогнало. Почему? Потому что он, мы прочитали четыре самых вероятных исхода. самых вероятных. и левша либо из-за своего ЧСВ, либо еще из-за чего-то решил смешать два этих исхода в один, чего мы вообще не рассчитывали. начал называть нас ссыкунами, потому что очевидно, что мы сегодня бусты прожимали после него, потому что я все четко рассчитал. Мы могли их и заранее на самом деле прожимать, там не сильно бы это все изменило, но в любом случае в открытую нас называть ссыкунами, это, ну, понятное дело, что я на миллион процентов уверен, что ни Амвей, ни меня он ссыкунами не считает. Это был... Да, ну, наебашему, бля, ладно, шучу. Скорее всего, это была провокация, так вот, поскольку Дима не хочет со мной сейчас общаться, он меня сейчас зовет на общение в реале, вот, но я сразу говорю без проблем, почему? Ну, потому что я хитрый пацан, я понимаю, что он женатый мужик с ребенком, и он меня не побьет, потому что его посадят, вот, поэтому я не боюсь, вот, да и не, я в принципе думаю, что он не настолько отмороженный, чтобы это делать в реале, но суть не в этом, суть в том, что, короче, крови он попил много, по крайней мере у меня, я думаю, тоже, потому что, а, так вот, я остановился на том, что, прошу прощения, что прыгаю с темы на тему, начал называть сакунами, понятное дело, что это скорее всего был вброс, чтобы подбодрить свою аудиторию и попытаться нас прожать буст раньше, ну, своих дураков он может быть и подбодрил, потому что там уровень, ладно, не будем сейчас об аудитории левшие, но попытаться нас вывести на эмоции, чтобы мы прожали буст раньше, когда мы сидим с отрывом, там, сколько, в 7 или 8 миллионов, когда рассчитано просто все, это настолько было по-детски, это настолько было глупо, и, ну, после вчерашнего прироста очков я уже видел, что Дима плывет, потому что, очевидно, что я стримлю, я так, хоп, его стримчик открыл, на вебочку посмотрел, а я по изменению мимики лица могу уже определить настроение человека, и левша еще вчера поплыл, вот, в этот момент, это была какая-то просто дичайшая, наверное, паника у него, почему мы обсуждаем левшу, суть в чем, битва блогеров, я, вот, сначала, прежде чем кое-что скажу, Паш, каковы твои ощущения вот от этих эмоций, которые ты сейчас получаешь от первого места, расскажи, пожалуйста. Я в жизни нигде не занимал первых мест в каких-то важных состязаниях, там какие-то школьные олимпиады не берутся, и вот это вот все, и здесь было то самое, как будто я в жизни не был, и как будто я вот ребенок, как будто вот в школе я там что-то где-то выиграл, ну, всякие мелкие, турнике, не брать, это же серьезное мероприятие, и это прям, и у меня почему-то внутри только хорошее, мне так не хочется вспоминать все говно, которое мы тут испытали, вы банили, наверное, людей, которые пришли от Димы, с его каналов, от Константина Казакова, Ладанина, ну, в общем, этих всех людей, тысяч людей, мне так хочется думать о том, что все так хорошо, что такие все хорошие, но завтрашний день достанет, понимаешь, и все это хорошее, это оно, в общем, только в моей голове и живет, и потом начнется опять склоки, дрязги, этим проплатили, эти проекты ВГ, ботов накрутили, и вот это вот все, и у меня сейчас такая эмоция, которую просто хочу сохранить, вот это ощущение, как будто я как лялечка, как будто я как в школе стою, и мне вручают медальку, и показывают мультик, и мне вот такое вот. Вот, я к чему это все говорил-то? Ну, давайте говорить прямо как есть. Эти эмоции я испытал год назад, эти эмоции я испытал сегодня, они очень классные, очень четкие, и много с чем несравнимы, если так вообще можно выразиться. Ну, типа, есть много всего разного, и вот есть эти эмоции, эти эмоции круче, чем то много всего разного. Я это все веду к чему? Паша озвучил свою позицию по поводу, что у него это была последняя битва блогеров, и он озвучил, почему это была. У меня немножко другая все-таки причина. Я не буду прям так супер громко говорить, но, наверное, это была моя последняя битва блогеров, и причина следующая. Эмоции, конечно, очень крутые, но в процессе я чуть не подох. Вот. И если в ВГ не пойдет на изменение регламента, если в ВГ не начнет прислушиваться к участникам хоть каким-то образом, если в ВГ не начнет балансировать все это лучше, я понимаю, что в Айргеймингу гораздо важнее не исход, а процесс вымывания серебра, обсуждение, обсуждение это участие, ну, игроков, а они на это никогда не пойдут, и вот с вероятностью, наверное, 90% это моя последняя битва блогеров, потому что счет я пока не планирую в ближайшее время умереть, не особо бы мне хотелось. Поэтому мне кажется, что то, что было на той битве блогеров, мне показалось прям, ну, гипер-гипер-гипер крутым, и казалось, что такого никогда не будет. Там Юша, не показывающий лицо, хоп, втихаря в тенечек убежал, и все. Левша там улетел на любителях лишнего перка, а мы с Амвэем там месились, чуть ли не в шахматы, играли с дикими онлайнами. Я думал, что лучше быть не может. И мне кажется, что предыдущий год был просто генеральной репетицией того, что было сегодня. Ну, вернее, вот в эти последние десять дней. Вот. И, чё-то я, конечно, эмоции дикие. Процесс очень классный. Процесс не был бы таким классным, если бы в конце мы уже знали, чем это закончится. Это, опять же, очевидно. Вот. Опять же, очевидно. Но умирать я не хочу. По крайней мере, в ближайшее время. Поэтому варгеминг, вы давайте как-нибудь либо обсуждайте, либо, наверное, как-то без нас. Потому что, ну, слишком-слишком, слишком это тяжело. Вот. Чё-то я, я говорю, вот один 20 лет жизни украл. Ну, псина, ладно, псина рыжая немножко прибавила, потому что, когда над дурачком дебильным смеешься, смех же он жизнь продлевает. Но просто сколько лет жизни украл левша и сколько Константин вернул немножко неправильно. Просто я не знаю, что нужно костику вытверить для того, чтобы он эту 20-ку мне накинул. В общем, тяжело, печально, но сейчас не о печальном, сейчас о том, что было. Краткий итог. Это было очень круто. Я не жалею ни об одном принятом решении, а именно об объединении с Amway, очевидно, и ни об одном из принятых решений в процессе. Это было очень круто. В этой битве блогеров никто не будет говорить о том, что Левша занял второе место. Никто не будет говорить о том, что Юша победил не Рью, потому что это и близко не было похоже на то, что у нас Amway было в 2020 году. Будут говорить о том, как мы и наша команда одна большая заняли первое место. Говорить будут много всего хорошего и много всего очень плохого, поверьте мне, в ближайшие, ну, в ближайший месяц, я думаю, количество говнища вылетого на нас, оно будет, конечно, дико большим, дико большим там расследований на меня снова будут планироваться однозначно, вот Дмитрием он там все ответы хочет. Ну, ладно, это понятно. Но, как говорится, сейчас, я не знаю, как там Паша будет реагировать, сейчас у меня есть аргумент. И я один из победителей битвы блогеров. Мне вообще насрать, короче, говорите, что хотите, вы просто мне завидуете и все. Поэтому всем вам, конечно же, спасибо за то, что вы просто все эти дни дрались. Кто-то из вас дрался за перк, кто-то за мвэя, кто-то за меня. Большинство, я думаю, дралось за одну большую команду. Всем респект, мы это сделали, мы, конечно же, вселенское зло, победили всех танковых друзей и ну иксбокс не смог и жалко мне только Грани. Вот так бы я хотел закончить. Спасибо всем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!